Официально никаких нет ограничений на выдачу ипотек и других видов кредитования. Фактически же мы видим, что мужскому населению, можно сказать, всех возрастов кредиты не выдаются. Молодым, потому что они сильно молодые, пожилым, потому что они сильно пожилые, а все, что от 18 до 55, соответственно, без объяснения причин. По словам риэлторов, после 21 сентября рынок жилья вновь замер. В один момент все, кто раздумывал над тем продавать или купить, решили повременить. Задатков никто не дает, и такую ситуацию прогнозируют, в том числе, на октябрь. Что касается цен, то с мая они перестали расти и начали снижаться. Правда, речь о вторичном рынке, где количество предложений в сравнении с весной выросло на 2000 объектов. А вот цены на первичку в Барнауле доходят до 100 тысяч за квадрат. Новое жилье сейчас строят в 4 раза меньше, чем, к примеру, в 2014-м, и падение цен в этом сегменте не прогнозируют. К тому же, строить скоро будет некому, посетовали застройщики, ведь многие уезжают из региона, причем по разным причинам. У нас людей скоро не будет. Вот честно скажу, у нас скоро людей нет и не будет, рабочих. И сейчас позабирали, как бы, с мобилизацией. Да их и не было. И уже, это самое, мастера, допустим, по электрике практически не найдешь. Подобные проблемы не только у застройщиков жилья, но и у тех, кто все еще строит социальные объекты. К слову, в этом году строят и ремонтируют около 320, но в сроки, по словам застройщиков, уложиться практически невозможно. Официальная статистика говорит, что 22 школы к 1 сентябрю, но поскольку я участник общественного совета при прокуратуре Алтайского края, которая занимается строительством, на 1 сентября было не готово 37 школ. Застройщикам работать с госзаказами становится все сложнее. Аукционы срываются. Если раньше на объект стоимостью от 10 до 50 миллионов выходило 15-20 участников, то сейчас от силы 2-3. Проектно-сметная документация постоянно меняется, в том числе из-за замены импортного оборудования. И порой на строительство школы ремонт остается катастрофически мало времени. Министерство образования школу выставляет за 3 месяца, но невозможно по технологии за 3 месяца это сделать. Это первое. Когда открываешь проектную документацию, директор школы говорит, мне вот это, вот это надо заменить. В итоге участия никакого не принимают. С функцией заказчика нужно решать что-то. Она нужна, она единая, она нужна. Если каждый директор школы, директор больницы будет что-то там сочинять, единая служба нужна. Готовиться проекты нужны за 2-3 года. В рамках круглого стола прозвучало предложение проводить заседание штабов на уровне правительства края с участием профильных министерств, чтобы избежать всевозможного рода недопониманий при строительстве социальных объектов и не только. У нас получается так. Какой-то заказчик подготовил документацию, передал ее, не зная уровень директора школы, он не уникал в нее, дал задание, кто-то что-то сделали. Передал ее в Минэкономике, там управление выставило на аукцион. Она тоже свою работу выполнила. Но результата-то нет. По словам Александра Мишустина, с предложением собираться на штабы в правительство уже обращались, но пока власти на это никак не отреагировали. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.